Здравствуй, море! Не то, что нас убили на входе, нас еще хотят убить на выходе. Давай, братан! Еще с девчонками познакомиться. Мы быстро сваливаем. Блондин, если мужчина. Блондин! Белочек! Смотрите сами. Тошк ворчит в мое сердце. Все идет по плану. По плану. Пока-пока. Короче, мы всей семьей посмотрели фильм. Короче, фильм классный. Высокопудожественного познавателя. Королева речка называется. Решили поехать в грузы. Камарджоба, генназвали. Так, нас никто не встречает. Идем пешкарусом. Привет, Батуми. Кстати, тепленько. Припекает. Скромный маленький аэропорт. А пальмочки. Прекрасный пейзаж. И до Турции рукой подать. Камарджоба, генназвали. Грузится команда Тавр Медиа Рокс Радио. Как будет, спасибо. Мадлоба. 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 Мы приехали. Нас посеяли в Батуми Sea Tower. Апартаменты, которые построила компания Warg Group. По сути, однокомнатная такая вот апартаментишка, которая летом сдается в сезон. Все чистенько, аккуратно. и здравствуй море вот такой вид у нас открывается с нашего окна принять душ выпить за приезд и в 1415 у нас встреча внизу на рецепшен ребята хотите снять лос-анджелес не надо лететь лос-анджелес излом эпох постсоветской эпохи и веяния вот всего такого американского морского западного европейского реально какой-то такой городишко на лазурном берегу меняется город очень быстро меняется для меня загорелся красный стоять я не отпускал смотрите наш лодку вы узнаете многое о городе батуми приезжаем делаем не то что нас убили на входе нас еще хотят убить на выходе самая популярная еспа дороги вот это башня башня гостиницы шератон но такой набережной я еще не встречал вот честно вот за этой зеленой стеной находится набережная и пляж мы ее обязательно вам покажем я как всегда в камеры с камерой на камере и сегодня вечером я буду после грузинского гостеприимства даже под камерой вот это центральная площадь города батуми я вам хочу сказать все очень чистенько ухожено красивые гостишки архитектурочка такая все приятно русские тирипцы не разговаривают на русском языке ми ми но барселона и это очень прекрасно наблюдается солнце которое опускает и это очень прекрасно наблюдается солнце которое опускает за провожать его взглядом и настраиваться на приятное так первый день пребывания в городе батуми и мы сейчас отправляемся в ресторан вместе с группой которая приехала сюда от компании орби групп на дьемте отведаем грузинскую кухню и обязательно вина а дорогая и папа дорогого спасибо за мою внешность мне кажется я и в грузии себя а марселона а а а а а а а а а и а а а а а и но пьянящий фонтан освежает музыка тряслящая Музыка Мудрство, это и есть то страна, в которой мы сегодня находимся, поэтому мы все души хотим выпить за очень гордую, красивую страну, которую мы называем Сегаратфольмом. Музыка Мохито литопати, ребята, висим очень даже отменно и не знаю, что вам сказать, будьте с нами. Музыка Ребята, сколько вы меня видите? Один, два или три? Восемь, восемь? Восемь меня хорошо попили время. Это Кише, мы в Батуми, все идет по плану. По плану. Пока-пока. Всем добрый солнечный день. Мы идем обедать. Сейчас находимся в старом городе, в старом Батуми. Маленькие улочки. Очень напоминает Одессу. Ну прям очень напоминает Одессу. Музыка Ребята, мы, короче, решили подготовить новую концертную программу после визита по Туми. Гарачи, кауганские парни. Вот так мы празднуем нашу 22-летнюю годовщину свадьбы, дорогая. Блондин, если мужчина. Блондин. Я здесь. Что я хотел сказать. Один из таких приятных способов увидеть набережную Батуми во всей ее длине и красе, это взять в аренду вот такой мотоцикл электро-байк, который стоит 10 лет. 10 долларов за полчаса. И проехаться на набережную Батуми. Да, я умею тормозить ногой, друзья. Вау. Ребята, какой классный променад. Обалдеть просто. Вау. Ребята, какой классный променад. Обалдеть просто. Ребята, значит, еще один из как бы возможностей приятно посмотреть на Батуми с моря, это арендовать лодочку. Плюс-минус 4 часа, 4 человека катания. 4 часа, да? В районе 100-120 долларов, евро. Приятно? Приятно. А сейчас мы идем ужинать. Скупьемся и идем ужинать. Идем на концерт в Робот-Кламад. Да, да, да. Красивый ресторанчик, в котором сегодня мы будем трапезничать. Так даже, да? Девочки направо, здрасте, мальчики налево. Да. Прикольно. В ресторанчике Сан Ремо на лестней террасе вот такие большие кресленые квадраты, которые позволяют вам смотреть на волны сверху. Подписывайтесь на канал Киши Офишел и хорошего вам лета. Мы где-то едем сейчас в Италию. Мы в Италии, мы не в Грузии. Мы приехали всей большой честной компании на концерт Роберт План. Это лидер группы Led Zeppelins. Мы не являемся любителями рока, но тем не менее, музыку, шоу, звук мы любим. Мы находимся сейчас в городе Батуми, где, правильно, арена Black Swan. Пойдем сюда. Мы еще с девчонками познакомимся. Закончил сзади на свале. Мы быстро сваливаем, потому что пробки будут сейчас. Все. Досенька, смотри, какой кораблик ты сзади у нас узнаешь. Это все из той серии приключений Орехов Батуми. Салют, ребятушки. Третий день в Грузии и я хочу спать. На самом деле, после вчерашней грозы, воздух такой вот разряженный, горы такие красивые, море такое спокойное, но улица прохладненькая, хорошо. Хочется завалиться и поспать, что я попытаюсь сделать. Сейчас на морской прогулке поехали. Идем кататься на корабле. Мы любим морские прогулки. Вот наверху можно покочевать, поваляться, поснимать классные видосики. Посмотреть на побережье города Батуми. С моря! Посмотреть. И полюбоваться. Смотрите сами. Я поранила с тобой случайно. В Батуми сто восемьдесят тысяч. Как ребята меня убеждают. В прошлом году сюда приехала отдыхать около двух с половиной миллионов туристов. А в этом году два с половиной миллиона и еще два туриста. Так, здесь в Батуми есть свой фонтан. Как Ксюха сказала, Женевский фонтан. Девушка, с вами можно познал Гомедзе? Он как парик смотрится. Он реально как парик смотрится. Вот ты даешь. Дорогие гости из Батуми и коренные жители. Добро пожаловать на мою экскурсию. Сегодня я буду сам и вам повет танцевать. Экскурсовод. Хе-хе-хе-хе. Значит, мы выпили по бокальчику вина. Посмотрели на фонтан. С Ксюней прогулялись. Очень зеленые, очень экзотические такие деревья растут. Но это даже не ботанический сад, друзья. Все, поехали. Наше такси приехало, мы едем в номер в микроботанический сад. Мы едем быстренько в отель, принимать душ и дальше направляемся в горы. А еще нам пообещали сегодня настоящий в Батумии дом вино. Постсоветские отголоски все-таки присутствуют в архитектуре Батумии. Ну, от этого никуда не деться. На самом деле город меняется. И мы это видим своими глазами. Вы тоже можете увидеть. Знаете, что на нашем месте, вот именно на этом месте может быть каждый из вас. День у нас достаточно пасмурный. С дождиком, но очень свежим воздухом. С таким вообще прям после дождя и моря. Мы покупали сегодня на яхте. А сейчас собираемся и едем в горы. Упаду я, буду рад. Ребята, мы отправляемся сейчас на экскурсию в горную Аджарию. Вот, чтобы с визоты тычьего полета посмотреть. Вообще, я немного хотел... Рашечки приехали мы к водопаду Махунцет. С погодкой, конечно, так себе. Немножко помокнем. Зато нам обещали потом очень классный ужин в доме вино. Здесь недалеко, в 20 минутах не знаю. Внимание, сувениры, мед, орехи, ягоды. Ну, в принципе, все, что должно быть в таких местах во многих странах наши прекрасны. Прохладные водички водопада. Прохладные водички водопада. Прохладные водопады. Прикольно. Ущелье очень классное. Ну, вы знаете, вот сейчас появится здесь надпись. Пиши, афиши, подписывайтесь. Вы подписывайтесь. Сделайте это с улыбкой. Каждый тысячный подписчик. Короче, это из специальной подарки. Итак, добро пожаловать в мир. В наш мир. Пиши, афиши. Все, ребята, едем мы в винный дом ужинать. Приятное впечатление. Красивые горные места. Горная река. Водопад. Все это можно открыть только одним из мусоров. Путешествовать. Видеть это все своими глазами. Да, 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 да. На моем месте здесь может быть каждый из вас. Еще один из достопримечательностей Аджарского горного региона. Вот такой мостик, который был построен публикацией императрицы Тамары. Соединяет он оба берега горной реки. А нам, туристам, которые сюда приезжают, дают возможность полюбоваться краевидами, перейти реку и сделать пару классных снимков на память. Наконец-то мы приехали в винный дом. Будем пробовать настоящее грузинское вино, наслаждаться запахом, свежим воздухом, горным общением. И, конечно же, тостами. Так, давайте же поднимем это тост для очень хороших людей, которые нас сюда пригласили. Орби-групп, спасибо большое за дружбу, Грузия, Украина forever. Ever, ever, ever. Там еще вершины этих гор затрагивает солнышко. А здесь вот прямо вот между рекой и высокими холмами находится винный дом, куда мы приехали для того, чтобы поужинать. А я решил прогуляться по настоящему винограднику. Вот здесь растет виноград. Вот такой еще зелененький. У него еще все впереди. И у нас впереди вкусный незабываемый вечер. Большое спасибо компании Орби-групп за то, что пригласили меня проведать в Грузию, познакомиться с грузинским колоритом, гостеприимностью, с культурой, с вином. Ну и конечно же с Батуми, тем новым Батуми, которое они отстраивают. Ребятулечки, в описании этого ролика вы сможете прочитать более подробную информацию о компании Орби-групп. Спасибо, друзья, за приглашение. Мы пошли ужинать. Ну и какое же грузинское застолье, гостеприимство и вкусная еда. И такое место без нереально крутой грузинской музыки. Я себе этого лично уже больше представить просто не могу. Грузии бухают. Давай, братан. Доброго утра. Надеюсь, оно у вас такое же солнечное и классное, как у нас вчера после нашей грузинской свадьбы. Вы понимаете, да? Вот так мы с Ксюней отметили 22-ю годовщину нашего совместного семейного пути. Последние часы в Батуми. Отправляемся в ботанический, батумский ботанический сад. И после этого мы едем в Тпилиси. Друзья, подписывайтесь на Киша Офишл. И не забывайте, что на этом месте может быть каждый из вас. Со стороны порта железнодорожного вокзала здесь есть такое заведение, называется GoFish, где мы обедали. Виднеется Батуми. Сейчас это десяток высокие этажных домов. Представьте, что здесь будет через 5-6 лет. Батуми Art Center находится прямо возле железнодорожного вокзала. Дорожный вокзал находится вот прямо в двух шагах. Мы долго думали с Оксаной на чем отправиться в Тбилиси. Путешествия в чужих странах, конечно, отдают предпочтение железной дороге, скоростной железной дороге. Она присутствует в Грузии, здесь есть экспрессы. Их 4 в день направляется в Тбилиси и назад. Второй класс стоит 10 долларов и первый класс стоит 15 долларов. Все очень похоже как в Украине. Скоростные модные поезда с кондиционером, с электричеством для ваших гаджетов. И, конечно же, с интернетом. Но мы не успеваем по времени на него. Поэтому мы едем в Ботанический сад и дальше в Тбилиси на арендованной машине. Аренда машины – отдельная история. Пошли. Ботунский ботанический сад. Здесь вот есть такая старая железная дорога. На самом деле она действующая, я сказала, ребята. Здесь ездят поезда. Старая канатная дорога, которая, я так понял, не функционирует. Ну а мы поехали, посмотрим. И мы уже в Ботаническом саду. Это Ботанический сад города Батуми. Вот за это листво деревьями сразу вид на море открывается. Вот туда. Сейчас покажу вам. А вообще тут, говорят, можно просто потеряться. Здесь только две тысячи видов разных растений. А сколько здесь животных, девочек. Море. Аж сюда, даже наверху, слышно шум волны. Люблю гулять пешком. В отличие от нашего ботанического сада. Ботанический сад в Батуми в несколько раз больше и выше. И после вчерашних танцев, лезгинок, винишься, чочи, чачи. Как-то очень тяжело это все дается. Вот такой нереальный красивый вид открывается отсюда. Смотровая площадочка, наверное, одна из многих, которые есть. Скалистый, зеленый обрыв. Одно лишь различие с ривьерой французской. Там было бы каждые пять метров яхты. Мы решили воспользоваться транспортным средством. Которое стоит пять ларей вверх, пять ларей вниз. Три километра длина пути. Три километра длина пути. Три километра начинается. Ребята. Нашли среди местных ребят. Попросили. Они набрали. Вот телефончик компании. Которая называется City Leasing. У них есть представительство и в Тбилиси, и в Кутаиси, и в Кутаиси. City Leasing. Они компании, которые занимаются лизингом автомобилей, кредитованием, продажей машин и кредит. У них есть свои пять, шесть, семь, восемь машин, которые они сдают. Так вот, аренда автомобиля 2011 года Toyota Primus нам обошлась в сутки 100 лари. 100 лари это, получается, 40 долларов. Вот такая цена. Все остальные компании, куда мы обращались, мы получали цену от 60 долларов и выше. Многие местные частные рент-кар компании не хотят почему-то давать машины для того, чтобы на ней ехать в Тбилиси. И они называют цену типа 100 долларов в сутки. Поэтому мы нашли вот такой вариант. На нем отправились. Будем въезжать в туннель. Тамма-тамма-та-тамма-та-тамма-та. tree первая часть дороги ребята такая блин едем полтора часа проехали вот значит все через населенные пункты грузовики впереди едут метров час коровы бегают пропусти меня козлы бегают едем дальше горная сторона грузия в нем очень много разных туннелей мы сейчас дорогой турист едем в одной из такой туннелей очень длинный там такой длинный туннель я даже не знаю когда он заканчивается я просто не знаю дожились ксюха тархун уже валит пока у студии друзья итак мы остановились по дороге в тбилиси в 138 километров от города в ресторане чаргуали чаргуали и выпьем тархунтика за ваше здоровье спасибо за 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 совет летим в тбилиси вот и сейчас подкрепимся едем у тбилиси смотрите дальше наш супер дупер я чаргу 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 про него как обновь на швычок горячий принесли лисички с луком форелька форелька в семью пожалуйста поставьте форелька форелька ух ты ух ты все просто супер счет вехали к зазе в его конферку и будем парковаться и идти завтракать всем привет мы в тбилиси это наш пятый день пребывания в Грузии и первый день в столице Грузии и городе Тбилиси Леклер так называется заведение которое открыл за за очередитель школы диджеф где училась Оксана и мы в тбилиси он нас пригласил на завтрак сейчас будем кушать самые свежайшие самые крутые эклеры в тбилиси все наш влог не забывайте что под ним можно подписаться нажать кнопочку колокольчик и отправиться в ту страну в которой побывали первыми мы и помнить о том что на нашем месте может быть каждый из вас Вауаауа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там, куда переходить, адресочек, где можно очень вкусно покушать настоящую французскую еду Французские завтраки, французскую кондитерку и, конечно же, современную грузинскую кухню Осовремененную грузинскую кухню Вот, в Тбилиси Субтитры сделал DimaTorzok В Тбилиси есть два горных транспорта Фуникулер, к которому мы сейчас отправимся И затем, если мы успеем по времени, мы съездим на канатную дорогу Поднимемся в один конец и спустимся по территории подмечества сада Обалденный вид открывается здесь с верхней точки фуникулера, куда он поднимается Здесь рядышком телевизионная вышка В самом здании фуникулер, к нам приходит обалденный, красивый, с видом вкусный ресторан В который мы не пойдем, потому что мы знаем, куда нужно в Тбилиси ходить Мы просто полюбуемся красотой и спустимся, посмотрим самые главные достопримечательности Почему? Потому что у нас в Тбилиси всего лишь одни сутки Музыка 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 И пойдем мы по мосту с одного берега на другой пошли тамарки «Музыка» 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 «Музыкай» «Музыкай» «Маленький улиц» «Преди сестар» «Огорода» «Музыка» Бани, бани, серные бани. О, пошел, вот он запашок серый, чувствую прям, реально чувствую. Так, мы идем опять, вернулись мы в старый город. Это водопад небольшой, очень красивый, находится в таком ущелье, стена между старым городом и холмами в Белиси. И вот здесь вот течет небольшая горная река, которая превращается в колодец, в водопад. Привет, ребята, это наш крайний день в Белиси, мы решили на обратном пути в Батуни заехать в монастырь Чуари. Ты меня снимаешь, как я снимаю, снимаю, как меня снимают? Это уже буду снимать, потому что ты снимаешь, снимаешь, как я снимаю. Мы друг друга снимаем. Мы снимаем друг друга. Можно снять? Да. Ты лучше на горы оставь. Это здесь я везде. Это канал. Чао, amigos. Судя по всему, мы валиваем прямо, непосредственно в... это самое... Грозовые тучи. Дорога от Белисси до Батуми из трех частей состоит. Первая часть ее вот от Белисси до Батуми, это 130 километров отличной европейской скоростной дороги, очень напоминающей наш Киев-Львов, Киев-Ровно. Затем начинается перевал, мы уже практически вот возле него еще 30 километров. Покрытие везде, вообще вопросов нету, там два места было, может быть. Вот, покрытие везде отличное, но на перевале скорость не больше 60 километров в час, потому что там реально вот так, вы сейчас увидите все, и когда идут тиры, грузовики, очень тяжело обгоняют. Затем после перевала идет дорога Объездная-Кутаиси, где-то порядка, наверное, 30-40 километров, тоже вот такая скоростная классная дорога. И потом начинается дорога уже порядка 70-80 километров до Батуми, через населенные пункты, с очень маленькой скоростью, с невозможностью обгонять. Поэтому, как ни крути, на дорогу надо брать не меньше 5 часов. Все, мы поехали. Как вам, ребята, горный серпантинчик, такой классно по нему погонять. Кстати, назад едем днем, очень красивые ущелья, и мы, получается, между двух гор все время спускаемся вниз. Занесло через Кутаиси, и мы прямо сейчас проезжаем аэропорт Кутаиси. 56 километров показывает ей 54 минуты. Просто. Река Супса впадает в море. Черное море впадает. Супса. Все, пала. Вот он, Батуми, Тота Батуми, бачик, ай, приехали молодец, где нас звали, а мы это сделаем. Городный грузинский песня. Город Батуми, черное море есть. Вес такой, он вес такой, вес такой он есть. Без покрытой зеленью. Без покрытой зеленью, не. Вес построен в гостиницах, в небоскровах, есть. Много казино в городе Батуми есть. Пишись на мой канал, пиши офисициальный. И твой счастлив будет всегда актуальный. Окей.